Сегодня Гомель принимает сучасное и будущее поколение навуковцев из разных городов Беларуси, а так само из России. Амаль полторы сотни человек, которые стали участниками навуково-практической конференции от инноваций до эффективного выника. Какие идеи на ее представили, доведались наши корреспонденты. 130 докладов, 17 научных установленных участников, 140 человек. Досвечены докторы, кандидаты наук, профессоры и студенты, начинающие навуковцевые находники из Беларуси и России. Открыта навуково-практическая конференция от инноваций до эффективного выника сустракает их у 7 раз. Мы ожидаем, что дальнейшее сотрудничество наше улучшится. Приезжали ваши представители к нам, и мы приезжаем на протяжении 4 лет. По секциям будет выступление студента нашего, мы послушаем выступление ваших студентов. И я думаю, это тоже будет положительно сказываться на образовательном процессе. Неазменной пляцовкой обменной идеями и опытом з'является Гомельский державный машинобудовничий колледж. И традиционная улика уделников конференции – наученцы этой установы. До их вынаходок уже зараз проявляют цекавость замежная компания, готовая поставить их идеи на промысловый конвейер. Сирот таких молодых людей Максим Кирьянов с его добра вядомой польшаткой-тренажером. У Вогулі на конференции працавало 6 секций. Тематика широкая. Агучены доклады по информационных технологиях, экологии, психологии, экономице, истории и краезнаустве. Журы оценила и практичные распрацовки, моделирование у сферы штучного интеллекта и макеты реконструкции военно-историчных подей и боевой техники. Практическая ценность их в том, что непосредственно те, кто их делают, развивают свои навыки моделирования, а те, кто их смотрит, созерцает, возможно, узнают что-то новое в истории нашей страны. Наша система среднего специального образования. Мы готовим квалифицированных рабочих. Но каждый квалифицированный рабочий должен стремиться каким-то образом поднять свой социальный статус, квалификацию и в дальнейшем широко участвовать в разных инновационных проектах. Это означает и его служебный рост. Я рад сообщить, что наш колледж приобретает вот такой инновационный характер. Ганна Ковалева, Марина Джала, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Угомель».